Молодежный парламент Могилёва за развитие инклюзивной адукации. Проблемы подлетки обмерковали подчас круглого стола, який назвали территорией сенсов. Поддержали инициативу молодых депутатов Палаты представников. Как парламентарии разных возрастов бачат ровность мягчимостей? Глядите в нашем сюжете. Удельники круглого стола на экскурсии у Могилёвским экономичным колледже. Миновитогеты установы адукации не выпадково выбрали для встречи. Тут больше за 20 лет тому начал работать первый в Беларуси Центр профессиональной реабилитации и социальной адаптации детей с особливостями психофизичного развития. Так и приклад, коли навучание, не глядяши ни на что, становится комфортным для усих без выключения, не один и в области. Але их, звертают увагу парламентарии, повинно становиться больше. И законодавство спрыяю гэтаму. В нашей стране разработана и утверждена концепция инклюзивного образования для лиц с особенностями психофизического развития. Принятие данной концепции – это приближение сегодня спецобразования в нашей стране к мировым стандартам. И это очень важно и значимо. Конечно, у каждого есть свои особенности. Какие-то видны, нам какие-то нет. Но говорить о том, что инклюзии нет места в молодежной политике и в парламенте в принципе, я думаю, что это неправильно. Выником круглого стола стало принятие у склад молодежного парламента двух новых удельников. Гэта подлетки, які не под шутках ведают про проблемы людей с обмежаванными махчымастями. Алисер Балка, Александр Тарасов, Новины Региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова